Приветствую вас, братья и сестры. Я хотел бы с вами посмотреть один важный отрывок из Библии, поэтому я прошу вас, откройте, пожалуйста, книгу «Исход» 32 главу. Книга «Исход» 32 глава. Я надеюсь, высветят презентацию. Книга «Исход» 32 глава. В этой главе мы видим важный и интересный эпизод в истории израильского народа. И мы прочитаем первые семь стихов. Книга «Исход» 32 глава, первые семь стихов. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». И 8 стих. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Это очень знакомая, думаю, история для многих из нас. По крайней мере, в воскресной школе об этой истории довольно часто говорят. Все мы видели эти картинки, возможно, в фильмах видели этот эпизод. Но здесь открывается очень важная истина в этой истории. Мы посмотрим на обстоятельства происходящего, смысл действий народа, в чем был их грех. И мы посмотрим также, чему эта история учит нас. Обстоятельства этих событий. Израильский народ получил свободу после нескольких сотен лет рабства в Египте. Они измучены, уставшие, они получили свободу, они перешли через Красное море, они видели чудеса, их миллионное население, несколько миллионов человек с богатством, вышедшие из Египта. Они были довольны и счастливы, они пришли к горе, где восседает Господь, где Бог им открылся. Моисей является посредником между Богом и народом. Он говорит от имени Господа, от лица Господа. Они видели чудеса Бога, потому что за период, который был до вот этой главы, израильтяне, несмотря на то, что они видели чудеса, они видели казнь, они видели море, которое открылось перед ними, они уже роптали, они уже возмущались, они уже были недовольны, и они видели, как Бог посылал им благословение, они видели, как Бог заботился, Он давал им еду, Он давал им перепел, Он давал им манну с неба, они все это видели, и вот они приходят к горе, они видят эту пылающую гору, покрытую огнем, дымом, они знают, что там Бог, и Моисей уходит на гору Синай для встречи с Богом. Он идет туда получить закон. Они видят всю эту картину, она перед их глазами, и Моисея нет больше месяца. И несмотря на все события и чудеса до этого момента, и на пылающую гору перед ними, народ израильский, ища успокоения, требует от Аарона сделать им богов, которых они бы видели, и на которых бы уповали в своем пути. Стих 1, мы читаем, они говорят Аарону, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Они видят вот эту всю картину, и в то же время они говорят Аарону, «Сделай нам Бога, нам нужно успокоение, мы хотим видеть Его, кто бы шел перед нами, нам нужно это видимое изображение». Я думаю, когда размышлял надо этой историей, ну что может быть еще лучше, лучшей иллюстрацией, чем гора, которая перед вами пылает. Я представил, если бы наши горы здесь пылали вокруг нас, нам не надо было доказательства, что Бог с нами здесь. Но это показывает, насколько развращенно сердце человеческое, что они видят перед собой гору пылающую, и они говорят, «Не, сделай нам Бога, чтобы мы видели Его, чтобы Он и шел перед нами, чтобы мы уповали на Него». И в стих 2 и стих 3 они говорят о том, что израильтяне, они отдают лучшее, что у них есть, чтобы сделать Бога. удобного для себя Бога, Бога, которого они бы видели. Они дают серьги, они дают украшения, все, что у них было на их теле, потому что что человек одевает на себя? Самое лучшее, самое красивое, самое, что у него есть. И они отдают это все, и Аарон делает идол, а Аарон делает тельца. В чем же был смысл греха израильтян? В том, что они просто сделали тельца из тукана? Стих 4 мы читаем. «И взял их золото, Аарон, из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Сделав литого тельца, народ совершил богохульство, большое оскорбление Господа». Почему? Что они сделали? Один из идолов Египта, откуда вышли евреи, имел вид тельца. В Египте телец – это символ плодородия, земного блага и урожая. Это был идол, которому египтяне поклонялись, который отвечал за успех, земной успех. Чтобы вода в реке Нил была высокая, чтобы не было засухи, чтобы был урожай, чтобы все было благополучно. В списке египетских богов был идол Апис. И этот бык выражал идею плодородия. И когда израильтяне делают этого тельца, они не просто сделали тельца, который символизирует плодородие. Нет. Евреи относились к тельцу, как к Господу, который спас их. Посмотрите, они не разделяли своего поклонения, они не говорили, «Да, вот там есть Бог, мы видим, вот он на горе там, и вот другой Бог, вот телец». Нет. Они, поклоняясь идолу, считали, что поклоняются вседержителю. Если мы читаем стих пятый, «Увидев это, Аарон поставил пред ним жертвенник перед идолом и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». Интересно, что когда мы смотрим язык оригинала, то последняя фраза, она звучит более так правильно. «Завтра праздник для Яхвы, для Иеговы, для Бога». Здесь используется имя, которым Бог открыл себя, сущий. Они не относились к идолу как просто к какому-то отдельному божеству. Нет, они смотрели на идола, говорили, «Это Бог, это Яхва, это Он нас спас, это мы Ему поклоняемся». Израиль принизил славу вечного, невидимого, всемогущего Бога до уровня египетских богов, в чем и состоял его грех. Они относились к этому куску золота как к Богу Вседержителю. Когда мы читаем Римлянам 1 главу 23 стих, то Павел пишет так о людях, которые не познали Бога, не познали и отвратились от Него. И он говорит, «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Человек стал поклоняться, отвратился от Бога и стал поклоняться образу, который он сам создал себе. Самому себе стал поклоняться человек. И поэтому Павел пишет, что Бог оставил этих людей в их же грехах, потому что они отвернулись от Него, они не поклонялись, они не прославили Бога, не познали Его как Бога. Народ израильский, он внес свое представление о Боге, то есть то, какое у Него было мышление, вот Бог должен быть таким. Они внесли в свое представление о Боге свои сегодняшние желания. Они вложили в образ этого Бога, этого быка, или то, что он символизировал, то, что считалось для них самым главным на то время, что для них было важно. они только вышли из рабства. Им нужно как-то организоваться, они новый народ, там уже в земле, куда они идут, много разных народов. Им нужно, что им нужно? Им нужно размножиться, им нужно, чтобы у них был успех, чтобы у них был урожай, чтобы их почитали, чтобы у них была значимость. Это им важно. И поэтому они говорят, что мне важно сейчас? Мне нужно вот мое сегодняшнее желание, что я хочу. И поэтому они говорили, вот мне нужен такой Бог, который поможет мне этого достичь, который поможет нам получить то, чего мы желаем. Это один из самых больших грехов, которые Израиль сделал. Исаии 42 глава 8 стих. Мы читаем, Бог говорит, «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Божья слава, Божья святость, она настолько великая, Бог настолько ей дорожит, что Он не позволит кому бы то ни было присваивать Его славу себе и говорить, «Я настолько же великий». Или чтобы люди поклонялись кому-то больше, чем Богу Вседержителю. Он не даст славы своей иному. Даже если Господь сейчас не карает, если Господь сейчас не наказывает, потому что люди не воздают Ему славу и живут и поклоняются сами себе, это не означает, что Богу все равно, как люди к Нему относятся. Это только означает, что Бог достаточно терпеливый и милостивый, чтобы давать людям шанс снова и снова и снова. И если они не повернутся к Нему, если они не признают Его и не воздадут Ему славу, их ждет возмездие. Израильский народ, они опустили славу Бога до уровня идола. И более того, они изобразили Бога удобным для себя. Таким, каким они считали это правильным, хорошим. Они создали себе ручного Бога. Им не нужен Бог, который что-то командует, им нужен Бог, который будет выполнять их желания. Что Ему нужно? Он нам даст. Они хотели, чтобы Бог был таким. В Бытие 1 глава, 26 стих, мы читаем, Господь говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бог сотворил человека по своему образу, и человек поступил так же. Посмотрите на мир вокруг нас. Люди создают себе Бога, который был бы им выгоден, удобен, с которым было бы комфортно. Сделав золотого тельца, который был символом плодородия и урожая, израильский народ как бы показал, что им по сути нет дела до вечного Бога и его законов. Но как можно было, видя всю эту картину, построить такого идола и сказать, это твой Бог? Мы часто недооцениваем нашу греховную натуру, которая для достижения своих желаний и целей, своих похотей готова идти на все, даже на то, чтобы создать Бога, выгодного ей. Бог им нужен был ровно настолько и в том виде, насколько Он мог помочь им достичь их желаний, целей и прихотей. Их не интересовала, слава Богу, им было все равно. Но они не боялись того, что делают. В Исход 34,14 Бог говорит, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель. Он, Бог, ревнитель. Ему не все равно, как мы относимся к Нему. Ему не все равно, за кого мы почитаем. Ему не все равно, как люди относятся к Его святости, Его славе, к Его имени. Он ревнитель. Он будет проявлять реакцию на такие действия. Он, Бог, ревнитель. Сегодня модно говорить, о, Бог любящий, Бог добрый, Бог заботливый. Он такой милосердный. Он все поможет, Он все пошлет. Приди к Нему, Он все тебе даст. Ты можешь жить, как хочешь, но Бог тебя любит. Пару дней назад я видел дискуссию одного уличного проповедника с как бы верующим человеком, у которых была дискуссия о однополых отношениях. И он говорил из Библии то, как Библия говорит. И эта женщина, как бы верующий человек, она стала возмущаться, говорит, нет, вы портите Бога. Бог не такой. Мой Бог, Он любит всех, Он всех принимает, Он добрый, Он заботливый. Вы злые, вы не любите Бога, вы не из Его детей. Люди забывают или вообще не знают, или умышленно забывают, что Бог ревнитель, что Он такой, какой Он есть. Господь очень серьезно относится к Своей славе и святости. Поэтому тех, кто относится к Нему легкомысленно, ожидают печальные и трагические последствия. В этой истории, после того, как Моисей спустился с горы, несколько стихов, это глава, 28-35 стих показывает события, последствия. 28 стих говорит, что погибло около трех тысяч человек, когда левиты прошли и поубивали в наказание. И 35 стих говорит, что Господь покарал, поразил народ за сделанного тельца. Неопределенное количество людей. Когда люди думают, что это я могу относиться к Богу, как мне захочется, я могу верить в Бога, который мне нравится, как мне выгодно, Библия показывает, что это добром не закончится. Исход 32, 7 стих, он говорит о том, что Бог говорит, народ развратился. Их развращенность, то, что они отвернулись от Бога, имело последствия дальше в истории израильского народа. Потому что мы, читая книгу Судьи, мы видим, как часто народ поклонялся другим идолам. Они строили идолов, они поклонялись им и получали наказание. Они каются, каются, служат пару лет Господу, потом опять возвращаются к идолам и опять их Господь наказывает. В пророках Бог говорит даже о народе, говорит, куда вас уже можно бить? На вас уже места нету целого. Куда вас еще можно бить? Как вы не поймете? Но наша греховная, упертая, развращенная, эгоистичная натура, ей все равно. Она желает только своего. И это очень опасно. Чему же учит эта история нас с вами сегодня? Несколько уроков из этой истории. Время и обстоятельства открывают истинные ценности нашего сердца по отношению к Богу. Другими словами, по какой причине я следую за Христом? Зачем мне Бог? Зачем я хожу в церковь? Зачем я поклоняюсь Ему? Зачем я молюсь Ему? Возможно, для кого-то это чтобы основная проблема, чтобы в ад не попасть. Пришел, покалился, молился, тебе сказали, о, ты спасен, все, я в ад не пойду. Все, уже хорошо. Все, Бог больше мне не нужен. Другим надо, нет, мне нужен Бог, потому что я хочу построить отношения, жениться хочу. А так как от Бога все зависит, мне надо быть хорошим, любить Бога, что-то делать, верить в Него, и тогда Бог, наверное, хорошую семью удастся, или хорошую работу, или устроит мою жизнь. Время и обстоятельства открывают истинные ценности нашего сердца по отношению к Богу. Иеремии 17, 10, Бог говорит, «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю разум, чтобы каждому воздать по поступкам Его, по плодам Его рук». Рано или поздно все откроется, и Бог покажет причину, по какой я следую за Ним, в какого Бога я верю, обстоятельства все показывают. Как только что-то пойдет не по плану, я сразу буду искать Бога, который мне выгоден. Или я буду держаться за Бога, верить в Бога, который открывается в Библии. Время и обстоятельства все показывают. Израильский народ не искал славы Божьей. Им нужно было исполнение их желаний. Второй вывод, или второй урок, который мы видим в этой истории, заключается в том, что в погоне за временными земными благами и удовольствием человек пренебрегает славой Господа и создает себе своего Бога, в Которого комфортно и выгодно верить. Посмотрите на мир вокруг нас. Мы живем как бы в христианской стране. Все христиане. Все верят в Иисуса Христа. Но посмотрите, как относятся к Богу, как ведут себя, как живут христиане. В какого Бога они верят? В Бога, Которого они сами себе создали. Они не чтят Его славу и святость. Достаточно зайти в магазин и видеть эти футболки, на которых Иисус так нарисован. Им все равно это бизнес, это бренд, это то, что популярно, круто, но это не почтение, не трепет перед Сидержителем, перед Святым, всемогущим Богом. Они верят в Бога, Который им интересен, за Которым приятно следовать. Если говорить о любви, о доброте Его, о благодати, о милости, о заботе, все отлично, это наш Бог, аллилуйя Ему. Только начинаешь говорить о святости, о грехе, о послушании, сразу отвергают. Если мы зайдем в книжные магазины, которые у нас есть, посмотрите на книги, которые там стоят. Там нету книг проповедников или писателей, которые говорят о Божьей святости, о грехе, о послушании, следовании за Христом, об Евангелии, так, как говорит Библия. Вы не найдете их, это не популярно. Зато какие там книги будут? Как быть успешным, как радоваться, как зарабатывать много, Дух Святой наполни мой кошелек. Вы найдете это все там. Это популярно, это важно, и это показывает, в какого Бога верят люди. Какой Бог им интересен. Псалом 49, 21, Господь говорит, ты это делал, и я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. от того, что Бог не реагирует до какой-то степени, до какого-то времени, на мое пренебрежение, на мое отношение к нему, если оно неправильно, не означает, что Бог такой же. Нет. Бог не такой, каким я себе его рисую. Он такой, какой он есть на самом деле. И мы либо приходим и следуем за Господом на его условиях, в смирении принимая его таким, каким он себя нам открывает, либо живем со своим удобным Богом, со всеми последствиями нашего гордого решения. Галатам 6,7 Павел пишет, не обманывать, из Бога поругаем не бывает, что посеть человек, то и пожнет. В нашей христианской жизни мы все еще живем во плоти, мы боремся со грехом, и наша плоть постоянно пытается увести нас от настоящего, истинного понимания и взгляда на Бога, какой он есть, чего он желает и кто он. Поэтому постоянно чтение и размышление над Словом Божьим необходимо нам, чтобы возвращать наш часто сбивающийся взгляд с Бога удобного на истинного библейского Бога Вседержителя. Конечно, это требует от нас огромного смирения и веры, потому что иногда нам не хочется верить в Бога, каким он открывается в Библии. Он нам не выгоден. Мы пытаемся подстроить под Него наши убеждения, наши доктрины, чтобы Бог соответствовал им. Не себя подстроить и смирить и сказать, Бог, ты вот такой, какой ты есть, но подстроить Бога под себя, это намного легче, чем смириться сказать, я признаю тебя, какой ты есть. Потому что от того, в какого Бога я верю, зависит абсолютно все в моей жизни. Абсолютно все зависит в моей жизни, как я воспринимаю Бога. Потому что Бог в Библии это владыка и творец всего сущего, вечный, неизменный, бесконечно мудрый и непостижимый. Это Бог, который делает все, что ему угодно в его святой воле. Он дает жизнь, и он же ее забирает. Из его руки приходит как богатство и слава, так и бедность и бесславие. Он дает власть, и он отнимает ее. Это Бог, без воли которого не происходит ни одно событие во вселенной. За Ним всегда последнее слово. Он настолько свят и настолько ненавидит грех, что из одного сделанного греха он отправляет человека на вечное наказание. В то же время он велик в любви своей и милости до такой степени, что оставив славу небес, он пришел к ненавидящим и не ищущим его людям, чтобы спасти их. В своей суверенной власти он решает кого миловать, а кого жалеть. Он причиняет раны и сам перевязывает их. Он поражает и его же руки лечат. Он царь царей и Господь господствующих, который не просит, не настаивает, а требует полного послушания его слову. Это Бог Библии. Он строг, но он долготерпелив и многомилостив. Держа всю вселенную в руке своей, он в то же время вникает во все мелочи жизни своих детей. Он обещает обращать все происходящее для благолюбящих его. Без его воли не упадет ни один волос с нашей головы. Это слова Иисуса Христа. Он Бог, который никому не даст славы своей и который не оставит без наказания пренебрегающих святостью его и не ценящих любовь его и жертву сына его. Он ненавидит делающих беззаконие, а к чтущим и любящим слово его он благоволит. Гордый сердцем противны душе его, а смиренного и сокрушенного сердцем он любит. Он Бог, о Котором никогда не будет сказано достаточно слов, чтобы перестать говорить о нем. Это Бог Библии. И это не все, что можно о нем сказать, потому что он настолько велик, что нашим ограниченным умом мы не можем познать в полноте безграничное совершенство, каким является Господь. Но вопрос, который остается для нас и который очень важен, от которого зависит наша жизнь, это вопрос такой, кто Бог твой? В какого Бога ты веришь сегодня? За каким Богом следуешь? Пусть наш Отец благословит нас, чтобы наш ответ, Бог, которого я верю, совпадал с тем Богом, каким Он открывает себя в Своем Слове. И чтобы наша жизнь, она не потерпела урон, когда мы поймем, что мы не верили ни в того Бога. Но чтобы мы были счастливы, зная, что Бог, которого мы верим, Он живой, истинный, Бог Библии. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.